В этом году мы отмечаем важную дату в истории нашего государства. 70 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. 1418 дней и ночей полыхал пожар над страной. Красная армия, принявшая на себя удар огромной силы, оказала героическое сопротивление. За годы войны советские войска провели более 50 стратегических 250 фронтовых и свыше тысячи армейских операций. Одной из них стала операция Советского командования по освобождению Северного Кавказа и Кубани в 1943 году. В это время войска Северо-Кавказского фронта перешли в наступление. Чтобы отрезать противнику пути отхода на Таманский полуостров, войска должны были нанести удар через хутор Коржевский и станицу Анастасиевскую и выйти на хутор Свистельников, который был ключом фашистской обороны Голубой линии. «Именно здесь, в районе реки Курка, шли самые кровопролитные бои за прорыв Голубой линии. С одной невероятных усилий красноармейцы смогли прорвать оборону немецких укреплений. За время операции погибли тысячи бойцов. Имена всех героев до сих пор не установлены». Этот прорыв стал решающим. Благодаря ему был освобождён весь Таманский полуостров. Истёкшие годы не стёрли в памяти эпизоды героизма воинов-освободителей. Накануне Дня Победы 8 мая в Славянском районе открылся мемориальный комплекс участникам прорыва Голубой линии. Он разместился у реки Курки на 34-м километре трассы Темрюк-Краснодар-Карапоткин. На торжественном митинге присутствовали почётные гости – ветераны Великой Отечественной войны. «Это очень большое событие. Ведь через сутки у нас 70-летие Победы. Весь наш народ празднует этот праздник. Не только наш народ, но и весь мир празднует этот праздник. Открытие этого памятника – это спасибо всем тем сотрудникам, которые здесь работали, которые создали этот памятник». Строительство мемориального комплекса началось ещё в сентябре 2014 года по инициативе районного совета ветеранов при поддержке администрации и жителей Славянского района. На строительство было затрачено порядка 5 миллионов рублей. К участникам митинга обратился глава Славянского района Роман Сенеговский. «Для славянцев стало доброй традицией строить новые памятники в честь героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Несколько лет назад по инициативе районного совета ветеранов при поддержке жителей построен памятник труженикам тыла в Славянске-на-Кубане. В прошлом году появился памятник труженикам тыла в станице Черноярковской. Сегодня мы открываем новый воинский мемориал в честь участников прорыва голубой линии». Без захвата этой линии укреплений невозможно было бы освобождение Юга России, в том числе и Славянского района. Многие солдаты и офицеры Красной армии отдали свои жизни во время прорыва. На его гранитной стене увековечены имена 2278 погибших. В торжественной обстановке открыли мемориальный комплекс глава района Роман Сенеговский и председатель районного совета ветеранов Юрий Бобыренко. За активное участие в строительстве мемориального комплекса участникам прорыва голубой линии грамотой главы Славянского района наградили сотрудников фирмы «Мрамор». Осветил мемориальный комплекс настоятель Свято-Успенского храма отец Никита. После чего участники митинга возложили цветы к мемориалу. В этот же день в хуторе Коржевском открылся ещё один мемориальный комплекс после капитального ремонта. Память о прошлом – это не просто свойство человеческого сознания. Память учит и призывает, даёт силу и внушает веру. Вот почему наш народ так свято чтит память о тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в Великой войне. Я очень благодарна нашим предкам за то, что у нас чистое небо над головой, за то, что они отдали свою жизнь, чтобы мы сейчас спокойно жили. Не было в нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой войне тяжёлой утраты. Долг живых – не забывать о тех, кто спас родину и обеспечил нынешнему поколению мирное время и чистое небо над головой. Спасибо.